Рождественское собрание в Красногорском филиале Музея Победы открывает череду мероприятий 2024 года. Началом работы явилось подведение итогов уже пятого по счету конкурса «Мастерская Деда Мороза». Помимо красногорцев, игрушки, композиции, елки и украшения, сделанные своими руками, присылали в музей из столицы, Смоленской, Тульской и Челябинской областей. Лучших рукодельников праздничного мастерства в канун Старого Нового Года отметили дипломами и сувенирами. Сложно было очень оценивать. В жюри было много разноглазий, было много споров. И тем не менее победители все-таки выявлены. Оценивалась креативность замысла, оценивалось то, что должно было чувствоваться, что это именно своими руками. Что это не куплено в магазине, а изготовлено именно своими руками, из тех материалов, которые были под руками. Это вообще творческий подход, масштабность, сложность выполнения, конечно, и эмоциональность. Ну и, естественно, новогодняя направленность, игрушка должна создавать праздничное настроение. Снегурочки, Дедушки Морозы, символы года, драконы, зайчики, а еще новогодние композиции, елки из различных материалов и всевозможные украшения. Всего юные и взрослые мастера прикладного творчества представили более трехсот работ. Трудились семьями, дружескими и школьными коллективами, фантазировали, придумывали образы, искали материалы для воплощения задумок. И все получилось. Мы решили поучаствовать. Катя решила сделать ангелочка. И еще мы сделали такого олененка с зонками такими. Ангела она делала сама, ей помогала клеить с шапочкой. Катя у нас творческая, постоянно рисует, лепит, что-то придумывает, делает. Ангел и олененок семьи Богатыревых, да и все поделки участников мастерской Деда Мороза подняли настроение тем, кому особенно важны были в эти предновогодние дни забота, тепло и доброта. Лучшие конкурсные работы организаторы передали бойцам СВО, проходящим лечение в госпитале имени Вишневского. Отрадно, что участники сопровождали свои поделки яркими открытками и трогательными письмами с главными пожеланиями, конечно же, здоровья и победы в новом 2024 году.